Однажды счастья, братья, водила по свету и исполняла желания всех, кто ему встречался на пути. По неосторожности счастье провалилось в яму и никак не могло выбраться. Многие люди подходили к яме, загадывали желания. Счастье, конечно, выполняло их, и люди уходили. Но однажды к яме подошел человек, который посмотрел на счастье и ничего не стал просить, а спросил. «А тебе-то счастье? Самой чего хочется?» «Да выбраться отсюда!» — сказала счастье. «Человек помог выбраться счастью и пошел своей дорогой, а счастье, счастье пошло за ним следом». Вот пусть эта притча останется как бы в памяти, и пусть она вспоминается каждый раз, когда вы будете думать о том... Если хотите, чтобы счастье всегда было рядом с вами... И с теми людьми, которые приходят к вам, которые Господь перевозит к вам навстречу, думайте о том, что не нужно думать о том, что... Я хочу от этого счастья. Что я хочу от этой жизни. А думать о том, что я могу дать людям, которые пришли этой жизни, в которую я родился, да? Итак... Пасторское попечение — это поддержка полной сочувствия без осуждения человека, которое предоставляется человеку, находящимся в духовном поиске. Иногда это называется пасторским попечением, душепопечительством. Не важно, как это называется. Главное — это оказание помощи, поддержки, сочувствия, направить человека в нужную сторону. Ну, и также религиозная помощь, оказание практической помощи в осуществлении богослужебных или религиозных обрядов. Например, человек не может прийти в церковь для того, чтобы принять хлебопреломление, причастие. Ему в этом помогают. Ну, для него это важно. Для него это важно. Это очень важная часть. Вот эта обрядовая часть очень важна для него, для его духовного состояния. То есть пастор или человек, который оказывает пасторское попечение, будем так говорить, консультант, конечно, поможет ему это сделать. В медицинском учреждении важно понимать, что не должно быть вот такого благовестия. Принуждение. Принуждение. Чтобы кто-то перенял ваше убеждение или притвориться уверовавшим рядом какой-то выгодой. Ну, например, к человеку единственный, кто приходит только вы. И если вы даете человеку понять, что вы к нему будете приходить. Только если он покается. Если он сегодня, прям покается. Прямо как вы ему скажете. Вы ему нужны для галочки, чтобы он там поставил. Вот, да. И человек будет думать, что ага, если он сейчас не сделает, как вы хотите. Вы к нему больше не придете. То есть, вот ни в коем случае этого не должно быть. Это уважение религиозных убеждений и традиций человека, содействие их проявлению. Ну, и духовное попечение должно основываться на любви, на принятии, конечно же, на понимании библейских принципов. Библейский принцип, в первую очередь, принцип любви. Основывается на доверительном отношении, при котором подопечный может рассказывать о своих надеждах и опасениях тому, кто о нем заботится. По мере необходимости включать религиозную помощь, оказание важности этих важных обрядов, причастия, особые молитвы. Даже если эти обряды вам лично кажутся смешными, глупыми, ненужными и так далее. Но вы видите, что для человека это важно. Исходя из принципа любви, сделайте это. Надо ему в этом помочь. Ну, конечно, мы не говорим о тех обрядах, если вдруг они идут вообще в разрез с библейским принципами. Мы говорим о обрядности как таковой. Любовь – это дар безо всяких оговорок. То есть, если вы начинаете обговаривать что-то, да, конечно, вот если ты будешь делать то, то я тоже тебе помогу. Это уже не любовь, это сделка. Ибо так возлюбил Бог мир, написано в золотом стихе, что отдал сына своего единственного, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, каждый верующий, у Бога нет ли это приятия? То есть, любовь для каждого человека без исключения. И нам нужно помочь человеку вот в нас увидеть отражение этой любви свыше. Эту любовь, которую Бог проявляет к нам, нельзя ни заработать, ни заслужить, ни... Не потерять. Не потерять, ни купить. Любить, как сам Господь принимает человека, но и побуждать его изменить свою жизнь к лучшей стороне. Не заставлять, не шантажировать, не играть на его чувствах, на его боли, горечи. А именно, любить. Никто и ничто не может нас отлучить от Божьей любви. Поэтому ничто не должно мешать и нам, любить людей этой любовью. Теперь такой вопрос, который очень часто до сих пор все-таки задается. Можно ли считать вещь карой Господней? Ну, наверное, опять притчу сначала зачитать, да? Вы, наверное, обратили внимание, мы очень любим притчи. Вы знаете, порой в притче скажется больше, чем в двухчаловой лекции. Вот послушайте. Один человек спрашивает у священнослужителя. А дарует ли Бог прощение грешникам? Священник спрашивает в ответ. Скажи мне, если ты вдруг порезал руку или сломал ногу, ты выбрасываешь свой искалеченный член за ненадобностью? Ну, уж, конечно, нет, возмутился человек. Я буду лечить руку или ногу, пока совсем не выздоровею. Но если ты так заботишься о своем теле, неужели же Бог не будет милосерден к своему собственному образу? Поэтому, если мы с вами стоим на том, что болезнь – это кара какая-то, да? Вич – это кара свящая, практически мы с вами говорим о том, что Бог не милосерден к собственному образу. Итак, ответ Христа на подобные слова такие. Нет, говорю вам, нет. Евангелие от Луки, 13 глава. Если кто из вас без греха, первый бросит в нее камень. Евангелие от Иоанна. Поэтому нужно отличать наказание от последствий греха. Да, ВИЧ, СПИД – это последствия греха. Либо греха самого человека, либо родители несут, то есть дети несут последствия, ВИЧ-инфицированные дети, за грехи своих родителей. Последствия. Они не грех на себе несут, да? Это не наказание им за грех родителей, это последствия идет. А если человек, например, был заражен при переливании крови во время операции, то здесь как? За что его наказали так? То есть это опять последствия, за чей-то грех, понимаете? Друзья Иовы, ты где-то согрешил, ты что-то нам не договариваешь. Неправильно. Вообще нужно понимать, что есть такая очень сложная причинно-следственная связь, а нам нужно заботиться. Не надо выяснять эти связи, а почему в твоей жизни так? Забота нужна. Потому что сам Господь Иисус Христос заботился о людях, о прокаженных, о слепых, о нищих, о бедных. Причем о всех людях, которые были отвергнуты обществу, ну, например, те же самые прокаженные. Иисус, умилосердившись над ним, простер свою руку и коснулся его. Коснулся того, кого касаться нельзя было. Но нужно было прикоснуться к человеку, чтобы дать ему надежду. Мы призваны служить. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, говорит Господь. Иди и поступай дальше так же. Мы должны проявлять свою любовь на практике, то есть помогать всем, кто поражен ВИЧ-спидом, любым необходимым способом. И у нас появится возможность на практике доказать Божью любовь этим людям. Мы призваны не осуждать этих людей. Судить – это не наше дело. Вершить суд здесь на земле. «Кто из вас без греха? Первый бросит в нее камень», сказал Иисус людям, которые пришли осудить человека, женщину. Это работа Святого Духа – обличать в грехе и показывать правду. Это не наша обязанность – обличать и обращать веру. Мы можем поделиться своей верой, поделиться своей любовью. А остальную работу мы должны предоставить Святому Духу. Мы должны создать безопасное место, чтобы помочь людям делиться своими болезнями, своими переживаниями, своими проблемами. Горечи. Чтобы они могли нам довериться и выслушать их. Обеспечить комфортную окружающую обстановку, чтобы действительно людям было хорошо в нашем с вами присутствии. Создать атмосферу открытости и принятия. Установить отношения доверия, основанные на общении равного с равным. То есть, понимаете, это все 2х24, то, что мы с вами уже проходили, обговаривали. Вроде бы такие простые принципы, но так их трудно на практике реализовывать. Ну и, конечно, самое главное – сопровождать. Вот понимаете, как-то люди легко прочитают проповедь, легко даже купят дорогое лекарство, легко могут даже пожертвовать своим временем. Но вот взять на себя возможность сопровождать, то есть быть человеком в этой боли. Идти вместе с ним раз в неделю встречаться. Первую неделю – да, здорово. Вторую – приду, конечно же. Третью – ну да, вроде время есть. Четвертую – слушай, знаешь, мне некогда на этой неделе. А на пятой – а, да, что-то я тебе обещал, надо вспомнить, что. Даже не просто прийти, а даже позвонить, узнать, как дела. Ну, то есть, если мы берем на себя вот эту вот обязанность, да, ну, не верю, как попечительство, да, нужно сопровождать. Дать возможность делиться проблемами, вопросами, помогать нести бремени, уверенности, непредсказуемости, да. Связанной с этим заболеванием. Осознать потерю и смерть от спида, печаль, которую человек испытывает. Конечно, это все реально. И говорить, что что-то печально, что значит, ты не духовный. И осознать потерю, смерть от спида и печаль, которую испытывает человек. То есть, идти вместе с ним по жизни. Ну, и есть такое высказывание. Не иди впереди меня, я могу не последовать за тобой. Не иди позади меня, я могу не повезти. А иди рядом со мной и будь моим другом. Автор неизвестен, цитата, по-моему, потрясающая, да. И вот еще хочу одну цитату зачитать. Абрахам Маслоу, он, я, может быть, слышу, такого человека достаточно известный. Психолог. Психолог и философ. Он сказал так. Можно наслаждаться картиной, не воруя ее из музея. Можно любоваться розой, не срывая ее с куста. Постараться младенцем, не похищая его у матери. Можно слушать пение соловья, не сажая птицу в клетку. Но точно так же можно любоваться и наслаждаться другим человеком, не утверждая над ним своего господства. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ну и так, вот теперь немножко поговорим по исцелению, да, и антиретроведочной терапии. Ну, мы уже затрагивали этот вопрос. Просто еще раз, так сказать, подглавлюсь. Чтобы поставить точку. Да. Некоторые церкви и целители учат, что люди с ВИЧ и СПИД могут быть исцелены. И побуждают их переставать принимать лекарства. Да, из Священного Писания мы можем прочитать, что Господь – это целитель. И Он может исцелить от любого недуга. Но нам был дан человеческий разум, чтобы использовать естественные ресурсы этого мира, чтобы способствовать выздоровлению и поддержке здоровья. Молитва за исцеление. Каково же наше ожидание? Должно ли все исцеление происходить чудесным образом от Бога? Когда мы говорим о ВИЧ, мы ведем речь о неопределенной вирусной нагрузке. Что это значит? В настоящее время нет теста, который бы показал, что ВИЧ может быть исцелен. Потому что вирус переходит, он мутирует и прячется. Из крови может уйти в костный мозг. Из костного мозга переходит в какой-то орган человека. Но при благоприятных условиях, то есть как только человек перестает принимать антиретровежную терапию... Он опять начинает размножаться. То есть вот таких данных много. Данных, что пропал ВИЧ, нет ни одного данного. А вот таких данных, что не было-не было вирусной нагрузки, и вдруг она резко возрастает, человек умирает, таких данных много. Что мы имеем в виду под словом исцеление? Физическое, эмоциональное, духовное исцеление. То есть конкретно нужно определить. Когда мы говорим, да, я исцелен. Да, духовно я исцелен. Господь исцелил меня от любого греха. Эмоционально исцелен, замечательно. Но на физическом уровне тебе Бог принимает мудрость, которую разработал с помощью врачей. Или врачи, будем так говорить. С помощью Бога приобрели мудрость, чтобы изобрести эти лекарства. Но ты пользуешься этим? Ведь для того, чтобы действительно был человек исцелен чудом от заболевания ВИЧ, такой вируса, необходимо, чтобы Господь в один момент времени перепрограммировал миллионы, миллиарды просто клеток Т-лимфоцитов, СД-4, их генетический код. В это же самое мгновение он миллиарды этих вирусов в крови уничтожил, в жидкостях. Это чудо, подобное воскрешение из мертвых. Если это действительно происходит, то надо тут же засвидетельствовать у врачей, у специалистов, которые могут подтвердить, да, это произошло. Вот этот человек был мертв, причем мертв на 100%. Началось разложение, он стал пахнуть, как у Лазаря, да? И вот он жив, он здоров. Он все понимает, его мозг работает совершенно нормально. Тогда были свидетели при всем при этом. И мы знаем, что таких даже в Библии, мы видим, что такие единичные случаи. И миллионы людей умирают и не воскрешают. Поэтому, как бы, вот это нужно принимать во внимание. Ну, тут, как бы, такой небольшой комментарий. Ведь сам Христос, когда даже исцелил прокажен, он говорит, пойди, покажи священнику. Да? То есть, он его посылает. Да? Конечно. Совершенно верно. И вот еще одну притчу. Тоже вопрос. Хотим сказать. Да, я хотел бы вопрос по этому поводу. Вот то, что полностью исцелить от... Испить можно предотвратить, но от ВИЧ исцелить невозможно. То есть, ВИЧ не исчезает. Но, да, мы понимаем, что Богу возможно и воскресить человека. Но почему? С какой целью Бог допускает так, чтобы для людей, чтобы люди как-то сами справлялись с этим? Не сами справлялись, но вообще вот Бог... То есть, ну, чтобы люди сами как-то разумно. Для чего? Некоторые могут задать вопрос, что ему трудно, что ли? С какой целью Бог так оставляет? Для Бога, конечно, это не трудно. Для него проблем никаких нет. Но сколько людей, верующих, больны раком? Сколько умирает от рака? Что, Богу трудно исцелить всех сразу от рака? Да нет. Для него это не проблема. Жизнь – это самая, наверное, терминальная болезнь. Потому что от нее все умирают. Самое сложное заболевание. Если мы мыслим слово «жизнь» понятием физическое существование. Но мы с вами понимаем, что пришедшие к Христу приобретают другое слово «жизнь». И там уже идет то вечное. То, что изначально было Богом предначертано. Исцеление путем медицинского вмешательства и лечения – это хорошая идея молиться за это. Но все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничего не предрассудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Ну и теперь хотим прочитать такую вот притчу, как однажды к ученику апостола Павла издалека пришел молодой человек. И задает такой вопрос. «Скажите, а какие чудеса творит ваш учитель?» И ученик отвечает. «Ну, смотря что вы называете чудом. Вот в нашей стране принято считать чудом, если Бог исполняет чью-то волю. А вот в нашей стране считается чудом, если кто-то исполнил Божью волю». Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok